Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает вопадом. Сегодня речь пойдет о книге Патрика Барпье Фаринелли. И мой сегодняшний рассказ не предназначен для детей. Как всегда, это означает, что я не произношу в эфире ничего такого, что причинило бы вред детям, да, что-нибудь такого ужасного, да. Но при этом сама тема бесконечно далека от детской литературы. Пожалуйста, давайте узнаем о биографии величайшего певца Кастрата конца 17 века в Европе, которого мы знаем как Фаринелли. Итак, Патрик Барпье, я надеюсь, вам известен как историк музыки, культуролог и, скажем так, историк музыкального и культурного быта Европы. Вы читали русский перевод его книги «Венеция и Вивальди». Эта книга произвела на меня очень сильное впечатление. Благодаря тому, что я не на словах, потому что до этого какие-то крохи, знания у меня были о том, как была устроена музыка в эпоху барокко, как был устроен театр, да. Ну, например, классический пример того, что портеры ложи сильно эволюционировали со времен глобуса шекспировского, да. Вообще-то, ложи превратились в закрытые комнаты, которые глухой занавеской отделялись от остального пространства. И вход в каждую ложу был не только отдельный, но кто был в старом здании Марииненский, тот прекрасно представляет это устройство себе, да. Вот. А там еще и был что-то вроде Алькова, да, где можно было уединиться, поставить столик, вот, предаваться радостям жизни, вот. В частности, например, наслаждаться свежими фруктами. А кожуру бросать вниз во время оперного представления. На головы сидящих в портере простолюдинов. Простите, стоящих в портере, разумеется. Вот, короче говоря, ну, в общем, аристократы чаще всего передавали ложу по наследству. То есть, они не просто выкупали ее на сезон или там на несколько лет, да. Это было их драгоценное имущество, да. Значит, каждое семейство владело ложей. И посещение оперного спектакля было не наслаждением музыкой как таковой, да, а социальным действием, частью этикета, частью социального поведения в Венецианском театре, да. И знаменитый театр был устроен именно таким образом. Там играли в кости, там сплетничали, там разговаривали о политике, хоть это было и небезопасно, поскольку тайная слежка за гражданами в Венеции была очень широко распространена. И, в общем, пресекалось любое посягательство на демократической устой республики. А такие посягательства были. И инквизиция свирепствовала одно время. И, в общем, короче говоря, в Венеции все было не так карнавально, как нам кажется, да. Но, тем не менее, вот, там обсуждались различные вольнолюбивые, значит, самые крамольные и, скажем так, соленые новости. Вот. И вообще предавались люди всем радостям жизни за этими самыми глухими занавесками. Вот вам и оперный театр. То есть, в Венеции и Виванде возложение Патрика Боробье очень сильно меняет наше представление о бытовании музыкального произведения в эпоху барокко. Помимо всех этих таких колоритных деталей, да, там очень много информации серьезной, музыковической и, в общем, помогающей понять, почему устроены именно так, а не иначе. Бесконечные его концерты, бесконечные его произведения для струнных и так далее. Это тоже важно. Это не просто исторический фон. Это было отступление. Так вот, Фаринелли. Давайте сначала о феномене Кастратов. Европа страдала этим явлением, я так это назову, значит, не одно столетие. Причины исключительно социальные. Все очень просто. Планирование семьи появилось несколькими столетиями позже. И поэтому лишних ротов голодных в бедных крестьянских семьях было столько, что, имея мальчик хороший слух и голос, а это, в общем-то, в достаточно насыщенной фольклорной музыкой итальянской среде, очень быстро распознавалось, да, его могла ждать вполне себе завидная и счастливая судьба. Вот так непарадоксально это было. То есть, операция, да, и после этого, значит, долгое обучение у маэстро, который набирал себе таких мальчиков. Значит, все не так хорошо, как кажется. Во-первых, конечно, маэстро были заинтересованы не просто в том, чтобы ученики достигли совершенства, да, благодаря своему удивительному, необычайно высокому, сильному и не ломающемуся, да, не пережившему подростковую ломку голосу, достигли мастерства и, соответственно, прославили имя своего учителя, да. Они были еще и заинтересованы в том, чтобы кормить этих детей поменьше, избавляться от них побыстрее, а учебный курс из четырех, там, летний, допустим, сжать побыстрее, там, в два года, допустим, да, любой ценой. Потому что, прежде всего, это было в их интересах, как вы понимаете, экономических. Но были и другие случаи. Вот Варинелли как раз другой случай. Он получил от своего маэстро все, что мог. И операция сама производилась варварским способом, и это накладывало отпечаток на всю дальнейшую судьбу этих кастратов. Почему? Потому что, например, Моцарт совершенно заслуженно ненавидел кастратов. Он преклонялся перед талантом великого Варинелли и знал двух, трех еще достойных певцов именно в этом статусе и с этими возможностями голосовыми, да, но остальных ненавидел. Потому что, имея уникальный тембр и уникальный голос, да, они мнили себя музыкантами от Бога, да, и, в общем, скажем так, не стесняли себя в общении с коллегами, да, и с маэстро, и с постановщиком, да, и с режиссером, с кем угодно, да, с композитором, да. Тогда вообще принято было композитору услужать артистам, да, писали специально арии под те или иные особенности голоса, да. Вот, а Варинелли такой ерундой не страдал. Он действительно был чертовски талантлив, дьявольски обаятелен и очень успешен. И, в общем, это был великий человек, вот. А другие кастраты, ну, просто вот такие кичливые уроды, которые, говорят, якобы неслыханно божественно красиво пели, но Моцарт этого в своих письмах не отмечает. Он такие там слова посвящает кастратам, которых я здесь приводить не буду. Вот, значит, операция, кстати, не всегда проходила успешно, иногда судьба просто ломалась. Ну, Господи, одним ребенком больше, одним меньше. Еще раз повторюсь, до планирования семьи было еще несколько столетий. А католицизм в этом смысле очень строг. Дал Бог зайку, даст и ужайку. Вот, а там же крутитесь как хотите, вот. Ну, помрет, да помрет, ну, Господи. Это, в общем, не очень хорошая история, на самом деле. Как вы понимаете, да. Но судьба к Фаринелле была очень-очень благосклонна. Ранее выявленные способности. Удивительный талант человека, который брал на себя очень многое. Организатор, пожалуйста. Антрепренер, сначала самому себе, как бы, да, потом уже своим протеже. Сколько угодно. Коллега, настоящий коллега великим композиторам и мастерам своей эпохи. Да. И очень большая придворная биография, поскольку он 22 года провел в Мадриде. По специальному приглашению короля Филиппа. Король Филипп был тяжело болен. Ему было облегчить его страдания медицина того времени не могла. Естественно, значит, то впечатление, которое произвел на него Фаринелле, якобы его волшебный голос, просто приносил облегчение королю. Ну, в общем, открыли золотые рейки для Фаринелли. Оказалось бы, пользуйся, нагреби побольше и беги подальше. Но он провел там два года, сначала с Филиппом V, потом с Марией Барбарой. Потом последние 20 лет жизни он провел в Болонии, в почетной старости, в почетной пенсии. И там он встречался абсолютно со всеми героями эпохи, от Моцарта до Казановы. Все это можно прочитать даже в аннотации книги. Суть в другом. Что делает Патрик Барбье? Мои впечатления о книге. Он рассказывает биографию этого человека не как биографию экзотическую для человека 20-го или 21-го века. А как биографию человека, да, в результате достаточно трагических для нас сегодня обстоятельств, вот так сложившуюся, да, биографию человека крайне успешного. Это человек, это человек искусства, это человек музыки, это человек Фаринелли действительно эпоха, величина. Если бы не унизительный статус, который наклеивало время как ярлычок на его имя, да, мы бы восхищались им ничуть не меньше, чем другими величайшими гениями 18-го века. Напоминаю, что речь идет о конце 17-го, но 18-й в самом расцвете у нас во всей своей красе, как говорится, да, с париками, с барокко, с политическими катаклизмами, да, и с великой музыкой, которая тогда была написана. Вот что такое судьба Фаринелли. Огромное спасибо таким акторам, как Барбье, потому что они приближают реальность давно прошедших столетий к современному, не очень культурному, такому, как я, читателю. Это я хорошо говорю, друзья мои, а на самом деле начитанность моя и образованность в сфере музыкальной литературы очень ограничена. И книгу, написанную сложно, с музыковическими пассажами, с нотными цитатами, я бы просто даже и не одолел. Да, это очень популярная работа. Я ее рекомендую вообще аудитории читателей ЖЗЛ, понимаете, да, тех, кому интересны великие люди. Это был великий человек, это была великая-великая личность. Ну, а, значит, про ярлык я уже все сказал. Еще очень интересны, конечно, бытовые отсылки. Как строилась музыкальная жизнь, как работала интрига, да, вот это вот социальные лифты, вот эти все, да. Как строились отношения людей. Мелко набросаны огромные, вот это вот бегло, конечно, очень, да. Знаток знает гораздо больше, да. Вот я, как неискушенный читатель, для себя многое открыл. Вот так вот бегло, очерчены судьбы очень многих персонажей. От королей и властителей Европы до великих мастеров типа Метастазия, да, имя которых известно даже тем, кто далек от классической музыки. Вот. Это действительно, ну, вот такая потрясающая биография. Был ли он счастлив? Да, конечно, как и любой творец, да. Умер ли он в почете? Да его вся Европа на руках носила, можно сказать. Вот. Имеет ли дело Фаренелли продолжение? Да, имеет. Но уже, конечно, благодаря врожденным особенностям и способностям, которые сейчас в наше время, когда в крестьянских семьях дети не мырут, как мухи, да, уже действительно могут быть обнаружены и воспитаны. У нас есть прекрасные контртенора, чьи голоса высокие, нежные, передают отчасти хотя бы, да, вот якобы величие, ну, увы, тогда звук записывать не умели, да, вот этих вот великих голосов. Но все-таки речь идет не о свойствах голоса, а о музыкальном таланте, о музыкальной культуре исполнения и о вот этих вещах, которые даются трудом, вдохновением и упорством, а не какими-то там биологическими особенностями, да, врожденными или нет. Вот такая вот работа. Фаренелли, Патрик, Барбье. Спасибо за внимание.